мир всем уже братья мне сегодня большая радость пришел спецзаказ из барнаула компания сдек очень быстро доставила проповеди стихах игдатия тихоновича лапкин вот они прекрасные здания просто роскошное сейчас мы все это достанем чуть чуть поближе рассмотрим вот четыре тома огромная благодарность сестре елене гладощук которая всем этим делом занимается организации вот здесь смотрите первый том 2 голубой 1 красный 2 голубой 3 зеленый 4 белый не случайно подобраны цвета да тут под цвет российского флага белый синий красный еще добавлен зеленый сейчас расскажем что это значит символически красный цвет все люди рождаются в крови цвет небесный голубой о горнем помышляйте до христиане граждане неба цвет зеленый говорит нам что господь придет за плодами богу надо приносить плоды добрый плод веры цвет белый на суд у белого престола который ждет всех то мы читаем в откровении самом конце да суд у белого престола а также и евангелие от матфея 25 глава вот давайте рассмотрим первый том ближе что у нас здесь такая типографской краской пахнет лапкин и гнать тихоныч 2023 год буквально вот сошедшие с конвейера со станка да вот предисловие на тихоныч пишет первый сборник стихов церковь свобода тюрьма я я искал этот эту книгу но сейчас это библиографическая редкость уже не найдешь на одном сайте таком где обитают книголюбы там древние нашел я один экземпляр церковь свобода тюрьма причем с подписью на тихоныч и лапкина с именной но потом она исчезла я и упустил этот шанс но сейчас видите слава богу сейчас здесь больше есть полное собрание стихов игнатия тихоновича вот и проповедника более чем 60 летним стажем все очень структурировано четко в первом томе 864 стиха во втором 840 в третьем 847 в четвертом 847 всего же в четырех томах три тысячи триста девяносто восемь стихотворений проповеди в стихах дальше дается здесь адреса в каждом томе что интересно девяносто шесть прекраснейших фотографий вот и видите вот так просто одной рукой неудобно держать я вам так бегала посмотрю еще что интересно видите в каждом каждом стихотворении дается такая вот над каждой строчкой ссылка на священное писание то есть проповеди стихах непростые некоторые чтобы понять нужно очень крепко знать священное слово божие и это дает большую пользу до что побуждает изучать писание человек который ленивый не хочет слова господни изучать он ничего не поймет для него будет закрыта вот ну есть такие стихи которые даже поймет тот который и писание не знает они такие для всех да тоже замечательные стихотворение проповеди стихах очень фотографии много до 96 фотографий посмотрите какое качество роскошное здание роскошная по-другому не назовешь ой даже я вот попал ведь как на страницу книги он брат владимир пащенко с андреем смирнягином благовестники вот брат вячеслав еще братья которых я даже и не знаю брат игорь владимирович добунов тут такая жизнь да вот просмотришь фотографии такая жизнь кипит мы вот их смотрела вот видите братья с трехтомниками которые получили нового завета жизнь кипит и хочется еще давайте посмотрим второй том глубой небесный что у нас где слове вот первый же вопрос ко мне всюду о чем эти книги ответ о боге о святой библии и о грешнике которому бог дал самое ценное жизнь сына своего иисуса христа чтобы грешник мог им оправдаться и жить во веки 1 ивана 1 7 если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха деяние 4 12 ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись спрашивают постоянно почему-то встречается слово иегова не иеговист ли я ответ у бога в святой библии около пятиста имен но когда бога спрашивали святые он всем отвечал что его имя иегова и скрывать божье имя преступление бытие 22 14 и нарек авраам имя место тому иегова иры посему и ныне говорится на горе иеговы усмотрится исход 3 14 бог сказал моисея я есмь сущий и сказал ска так скажи сынам израилем сущий иегова послал меня к вам исход 15 3 господь муж брони иегова имя ему исход 17 15 и устроил моисей жертвенник и нарек ему имя иегова неси исход 33 19 и сказал господь я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя иеговы пред тобою и кого помиловать помилую кого пожалеть пожалею исход 34 5 и сошел господь в облаке и и остановился там близ него и провозгласил имя иеговы суди 6 24 и устроил там гидеон жертвенник господу и назвал его иегова шалом он еще до сего дня в офре авиезервой оси 12 5 а господь есть бог саваоф суще иегова имя его вот я и делаю упор на произнесение божьего имени чтобы раскрыть сокрытое это имя божие иегова скобочках яхва ягва было заменено на адонай или по нашему господь и это имя в оригинале в святой библии встречается более 7 тысяч раз так что не я тут на виду а туман напустившие в моих книгах открытым оком в 32 томах имя иегова встречается две тысячи девятьсот сорок четыре раза в трех тысяч четыреста шестидесяти семи стихах вот в этих четырех сборниках имя его встречается девятьсот тридцать шесть раз действительно это преступление сокрыли святое имя иеговы да игнатий тихонович напоминает нам что так делать грешно всегда надо прославлять это имя но и не упоминать его всу и видите сколько замечательных стихотворений на каждый есть эпиграф из святой библии вот здесь да на техноч как миссионерские поездки когда он дарил библиотекам свои книги просто объездил 120 тысяч километров на своей белой газели да и сколько знаком столько людей услышали благую весть о те как посмотрим третий том что у нас здесь видите какая фотография с голубями вот она тихо пишет предисловие к третьему тому что игла это аббревиатура из моих кровных имени и фамилий игнатий лапкин имя полученные при святом крещении и фамилия наследственно от родного отца возьмите по две буквы и будет игла это не игла ибо буква л большая для краткости так и пишу тут нет ворованного ничего игнатий лапкин игла имеет для меня и более глубокий смысл а вот он в чем состоит святой библии 77 книг с книгами шесть тысяч шестьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре слова а вот слово игла встречается всего только один раз экклесиаз 12 11 слова мудрых как иглы и как вбитые гвозди и составители их от единого пастыря и слова лапка встречается в святой библии только один раз притче 30 28 паук лапками цепляется но бывает в царских чертогах и тут я зацепился за эти слова которые мне даны от рождения имя игнати переводе с греческого означает неизвестный а в переводе с латинского огненный и кроме того я глубоко верующий во многом не согласен с официальным курсом сегодняшней церкви хотя и нахожусь в ней и слова мои многим не нравится они колют их я простой сторож и печник охраняя и обогреваю многих не начальник но благодаря евангельской проповеди достиг самых отдаленных уголков земли на нашем сайте orthodox bible который считаю одним из самых богатых в мире отвечаю на 4453 вопроса по свете библии там более тысячи моих проповедей произнесенных в храмах во время богослужения противосектантские материалы 12 томов ивана златоуста симфония на житя святых каноны православной церкви с толкованием на русском языке множество начитанных мною книг 38 изданных книг за восемь лет и еще три книги уже в интернетной версии вот тебе и лапки паука и мысли сшивающие разрозненные стихи не пишу с 12 ноября 2010 года до игнать тихоныч я когда у него спросил игнать тихоныч ну как же так почему в библии встречаются собаки всякие другие животные а про котов ничего нету да как будто их не существовало ну игнать тихоныч так задумался как это нету и открыл в начале своей симфонии на не канонические книги там нашел упоминание то ли о кошке то ли о коте я не помню потом в канонической книге нашел хотя я по симфонии сам под до этого искал ничего не находил а игнать тихоныч нашел вот так на тех еще память феноменальная работает просто и это многие люди видели вот это запомнили этот момент когда я спрашивал про кошек и котов святой библии и вот последний том на книга 4 у вас во что интересно да и на тихоныч когда писал стихотворение ну пишет что при просмотре черневиков на 3096 стихов в этих четырех томах видно что нигде нет исправления писалось начисто и сразу и связанные с поэзией вопрошают где беру столь необычные а затем так неожиданно высвеченные темы ответ на молитве в основном ночью и рано утром приходит одна или две строки которые быстро записываю а продолжу иногда и через несколько месяцев узнав сколько раз моих стихах встречаются некоторые слова можно понять о чем речь в них иисус 1459 раз христос 3439 священные священник священство 379 смерть 1464 жизнь 1544 храм 724 церковь 572 воскресенье 666 библия 1454 писание 835 евангелие 710 давид 229 сам и 125 вода иногда бывает читаешь книги деятелей церковных письма какие-то еще что-то духовно вот например вот это николай японский там письма о духовной жизни практически ничего нет ни о христе не 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 об иисусе да вот эти слова практически не встречается очень редко очень редко да а вот здесь даже видите в чит в 3460 7 стихах имя и еговы встречается целых девятьсот тридцать шесть раз понятно да это совсем другой уровень ну вот будем эти проповеди читать каждый день теперь открывать новые жемчужины которые уже забыты и таком огромном количестве проповедей до зидаться вот братья радостные получали трехтомники так что я благодарю всех кто участвовал во всем этом в здании дату правщике корректор и кто братья жертвователи посмотрите до фотографии какие вот тут вот братья и знаете просмотришь фотографии вот кажется что еще бы да маловато еще бы а продолжение да вот но эта книга книга когда-нибудь кончается вот видите все кто трудился над этим вот все эти люди христиане верующие все во славу божию все делали на славу божию трудились ни копейки никто не брал вот все благослови их господь вот у меня еще есть знаете тихо дачами передал несколько томов открытым оком да вот то у нас нечто другое вот открытым оком ну это уже сестра одна отдала двенадцатый том восемнадцатый одиннадцатый еще восьмой еще какой-то том такой бумажной обложки на м9 я так понял так еще вот 7 то ну настоящее богатство к истинному православию есть вот ну все братья слава христу аллилуйя